Быстро и удобно. Оплатить проезд в общественном транспорте теперь можно безналичным расчетом, с помощью банковской карты. Соответствующий проект разрабатывают совместно областная и городская администрации. Экспериментальные автобусы с терминалами на борту с сегодняшнего дня курсируют по дорогам областного центра. Впечатления первых пассажиров в сюжете Натальи Александровой. Одобрено. Значит, по карте вашей, пожалуйста, проезд составляет 10 рублей. По наличному расчету 15. Вы сэкономили 5 рублей. Стоимость проезда при безналичной оплате на треть дешевле. Это стало приятной неожиданностью для пассажиров. Причем расплатиться за билет можно и картой, и с помощью мобильного телефона. Перекладывайте. Тоже оплата прошла. Очень удобно. Таково мнение горожан. Большинство восприняло эксперимент с воодушевлением. Было бы здорово, если бы можно было во всех автобусах оплачивать проезд карты. Бывает такой момент, что в кошельке мелочи нет, а это удобно. Карточку раз и готово. Поэтому я считаю, что вполне нормально. Да, я тоже одобряю это. По карточке удобнее. Пока переносные терминалы есть только в двух автобусах 7 и 8 маршрутов Белгорода. Их предоставил Газпромбанк. В ближайшее время в рамках пилотного проекта такими же устройствами он оснастит 30 бортов, а в дальнейшем весь общественный транспорт областного центра. Безналичная оплата выгодна и для пассажиров, и для транспортного предприятия, уверены в банке. Терминалы, установленные в транспорте, имеют возможность принимать к оплате банковские карты платежных систем Виза, Мастеркард, Мир. К оплате принимаются карты, выпущенные абсолютно любыми коммерческими банками. Терминалы оснащены технологией бесконтактной оплаты проезда. Банковские технологии упрощают работу водителя, избавляя его от пересчета наличных денежных средств, сокращая время на обслуживание пассажира. Для родителей Газпромбанк разработал специальные карты с дополнительной картой для детей младше 14 лет, которой можно будет рассчитываться за проезд. Эксперимент по переходу на безналичную оплату дополнит сопутствующими проектами. Вузам и учебным заведениям предложат перейти на единые расчетные карты, действительные в том числе и в городском транспорте. Точно так же планируется перевести пенсионеров на безналичный расчет. То есть вот эти талоны, которые у них есть, социальные, они тоже будут переведены на безналичный расчет. Эксперимент будет продолжаться около месяца. В этот период все нюансы безналичной оплаты пассажирам будет разъяснять кондуктор. После того, как система пройдет обкатку, будут разработаны технические требования к самим транспортным средствам. Терминалы будут не переносные, а стационарные. Позволят сделать всю систему максимально прозрачной, увеличить скорость прохождения пассажиров. Ну то есть современные технологии, которые позволяют сделать нашу жизнь удобнее. Планируется, что в будущем будет дифференциация тарифа. Наличный способ будет немножко дороже, чем безналичный. И тут же разработчики обращают внимание белгородцев на один нюанс. При безналичной оплате единовременно одной карты можно рассчитаться только за одну поездку. Наталья Александрова, Дмитрий Боев, Новости мира Белогорья.